В конце августа на лесничьего в Кытмановском районе напал медведь. Однако ему повезло, и мужчина отделался лишь рваными ранами. Поэтому его уже выписали из местной ЦРБ, а косолапого застрелили. По словам очевидцев, он был черного цвета и ростом примерно 265 сантиметров. Между тем, все чаще появляются сообщения, что медведи стали выходить к людям. С учетом того, что урожай кедрового ореха в текущем году обещают желать лучшего, они выходят ближе к населенным пунктам, ищут новые места. Сейчас идет уборка урожая. И, соответственно, с учетом шумовых особенностей уборки и так далее, они покидают естественную среду. Со слов специалистов, косолапые наиболее опасны с середины апреля и до конца августа. В это время идет гон. Плюс к лету начинается расселение молодняка. Сейчас медведь не особо активен, поскольку ищет еду. И проходящего человека может просто не заметить. Однако эксперты все же рекомендуют издавать звуки во время прогулки по лесу. Например, разговаривать или насвистывать. Хищник услышит вас и, скорее всего, уйдет. Проблема может случиться, если наткнуться на косолапого неожиданно. Как правило, он сначала будет присматриваться. В таком случае нужно медленно, не поворачиваясь спиной, и не смотря животному в глаза, отходить. Если медведь делает в вашем направлении какие-то движения, то как элемент такой защиты можно попытаться его отпугнуть. То есть это громко закричать, кричите что хотите. Тут ограничений никаких нет. Если у вас ведро, это было бы очень хорошо. Можно стучать по ведру. Поднимайте высоко руки. То есть желательно показать, что вы больше него. Главное – не бежать от косолапого. Он воспримет вас как добычу. И, скорее всего, догонит. Скорость его достигает 60 км в час. Вскарабкаться на дерево – тоже плохой вариант. Лазают медведи хорошо. Если хищник все же на вас напал, старайтесь прикинуться мертвым. Больше шансов, что он отстанет. Обычно медвежата выходят на людей. И люди просто не понимают, что с ними делать. Пытаются привлечь их внимание. Достать яблочко, хлебушек, сахарок какой-то. И если медвежонок издает какой-то звук, то медведица однозначно нападает. То есть это защита потомства стопроцентная. В Алтайском крае более полутора тысяч медведей. И их популяция постепенно растет. Однако отстреливать их не торопятся. Не более половины выданных лицензий себя оправдывает. Самые известные районы обитания – Чарыжский, Заринский, Солонешинский. Сейчас из-за повышенной активности косолапых для отдыхающих закрыли большинство троп в Тигрекском заповеднике и Национальном парке Салаир. Снова посетить их туристы смогут после 15 ноября, когда многие медведи впадут в спячку. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.